Рекомендации касаются защиты как пассажиров, так и водителей. И теперь к программе обязательного медосмотра перед выходом водителей на линию появились дополнения. Бесконтактное измерение температуры, инструкция о производственной гигиене. 825 единиц пассажирского автотранспорта ежедневно выходят на линии. Генеральная обработка проходит вечером. Нужно, чтобы после этого транспорт простоял закрытым не менее двух часов. Мы рекомендуем всем жителям города-курорта, а также нашим местным жителям по возможности исключить оплату в общественном транспорте наличными средствами, воспользоваться либо банковскими картами, либо транспортными картами. Санитарная обработка, но уже более легкая, проходит и на конечных остановках в течение дня. При выходе на линию многие водители работают в перчатках, чтобы минимизировать контакт с наличными. На предприятии заключен договор о дополнительной специализированной организации по обработке салонов автобусов дезинфицирующими средствами. Все средства, применяемые для дезинфекции, лицензированные и совершенно безопасны для пассажиров. После нанесения их на поручни, на окна, на стекла, на пол, все это протирается и выветривается естественным путем. Кстати, в Москве и Подмосковье оплата наличными в общественном транспорте запрещена со вчерашнего дня. Правда, там довольно давно существует система транспортных карт. В Сочи она только начинает развиваться, так что такого строгого запрета вряд ли стоит ожидать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...